Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале КТНК-Арт. И сегодня мы будем рисовать красивую веточку сакуры. Для этого нам понадобится только простой карандаш, эластик, все, больше ничего и, конечно же, хорошее настроение. Итак, поехали, приступаем! Мы, как всегда, немножечко разметим наш лист. Итак, чтобы понять, какие у нас будут цветы по размеру и что у нас будет на нашей картине, то цветы я бы сначала таким кружочком, вот, и вот тут, вот тут, это все у меня как бы цветочки, веточка, так, и вот тут у меня будет такая вторая веточка идти, на ней будут еще цветочки, бутончики всякие, сразу вот намечаю. Как бы нам нужна такая, знаете, как конструктор лего, да, на что мы будем собирать. Мы наметили сейчас простые, такие достаточно геометрические фигуры. И будем начинать вот с этих вот цветочков, потому что они самые большие, и на их примере очень легко научиться рисовать уже цветочки поменьше. Итак, напомню, что мы сегодня рисуем с вами цветы сакуры. Так, мы намечаем серединку, сразу ее вот так вот, можно немножко темненьким сделать, и начинаем делать лепесточки. Помним, что лепесточки, они немножечко такие волнистые, они, запомните, вот они не однородные. Вот нам вот эта однородность, она нам абсолютно не нужна, нам нужно, чтобы наш цветочек такой был волшебный, с такими гранями, какими-то красивыми. Вот, поэтому мы стараемся его таким и сделать. Так, и вот тут еще мы знаем, что у цветка 5 лепесточков. Вот у нас получилось 5. Видите, мы изначально очень большой нарисовали, но сейчас не беда. Мы можем тут же вот этот вот контур, то, что мы рисовали, стереть, все какие-то случайные, ненужные линии. Так, мы помним, что просто сухой кисточкой убираем. Так, вот тут у нас веточка. Вот так вот мы постепенно, плавненько идем. Вот такие палочки нарисуем. Уже похоже, да, еще ничего нет, а уже похоже стало. И внутри точечки, это вот такая вот пыльца. Вот такая вот пыльца. Вот, смотрите, уже цветочек сакуры, он начинает быть таким вот нежным. Вот мы представляем, да, вот это одни из самых первых цветов, которые радуют нас, да, вот своей такой вот, показывают, что природа уже просыпается, уже весна, уже пора. Так, и обязательно карандаш точить. Если он уже толсто пишет, то просто нужно взять точку и немножечко вот так вот его подстружить, чтобы он был более остренький. Вот, чуть-чуть подстружили, лишнее убрали. Так, ни в коем случае его не ломаем, не жмем. И можем вот такие тоненькие, попробуя такие полосочки нарисовать. Они как прожилочки у нашего цветочка. Итак, почему я так пристально, вы скажете, остановилась на этом цветочке, как бы, да, не пошла дальше. А я хочу вам показать просто сам принцип. Вот нравится вам так? Вот хотите вы такую красивую работу нарисовать? Только простой карандаш. У меня вот это 4B. В принципе, тут любой B подойдет. Мягкий, да? Почему B? Потому что он мягкий. H, оно тверденький карандаш. Он немножко листик царапает. А этот вот то, что нужно. Итак, у нас первый цветочек сакуры нашей готов. Так, можно тут немножко даже плач стрихать. Так, остановите художника, а то он сам остановиться не может. Итак, переходим плавно на следующий цветочек. В принципе, за 5 минут, да, мы уже сделали намек на всю композицию. И сейчас рисуем наши цветочки. Так, серединку я наметила. И точно так же намечаю, намечаю, намечаю. Так, вот так, вот какой-то лепесток. Тут какой-то еще лепесточек тут у нас. Вот так, например, хоп, и сюда зашел. Вот такой вот цветочек. В принципе, он легкий. Обратите внимание, что каждый лепесток, он где-то перекликается, но они все разные. Это первое. Второе, мы немножечко подштриховываем это все дело. Так. И сюда. Таким, чуть-чуть прожилочки. Тут же мы можем взять ластик и все лишние вот эти, да, то, что мы кружочек намечали. Вы обратили внимание, что я их два очень большие сделала. Это специально, потому что я прекрасно понимала, цветок такой большой не будет. Итак, есть, получилось. И теперь, как всегда, мы будем делать серединку. Это тычиночки наши. Для этого нам нужно вот так много-много-много палочек сделать. Много-много-много-много. Нет, уже такой вот пушистенький становится. Так, и точечки. Ну, благо таким мягким карандашом это достаточно легко. Вот так вот делаем, чтобы он такой вот прям казался и был, и казался таким пушистым внутри, в серединке. Так, и можно вот, если хочется, немножечко. Видите, я совсем чуть-чуть нажимаю на карандаш. Легонечко-легонечко вот так подштриховать. Кое-где, друзья мои, вот на невесте. Чуть-чуть. Легонечко вот так. Легонечко-легонечко. Так, супер, есть. И вот тут теперь. И тут теперь. Так, так, да-да-да-да-да-да-да-да. Паш-трихово. Супер. Легко-легко. Обязательно, ну вот такое правило, сильно не давить на карандаш. Но вот такая особенность. И вы, пожалуйста, это учтите. Не давите сильно на карандаш. Это очень-очень важно. Потому что бывает так сильно нажимают, что карандаш потом уже невозможно стереть. Итак, смотрите. В принципе, они достаточно отличаются. Один у нас подштрихован, второй нет. Мы еще не рисовали жилки. И вот такие вот прожилочки нарисуем нашему красивому цветочку. Так, супер. Супер-супер. Вот он. Есть. Отлично. Так, можно вот где-то веточку показать. Небольшую. Потому что что-то есть вроде как. Так, мы идем дальше и дальше рисуем. И продолжаем дальше. Серединка. И, конечно же, когда дальше веточка уменьшается немножечко, цветочки, они становятся поменьше. Ну, прям сильно маленькие мы, конечно, делать не будем. Но, таки в своем. Какие-то в своем. В таком темпе будем делать цветы, лепесточки. Какие у нас получаются. Так, один. Ну, вот такой вот у нас цветочек получился. Легко. Опять серединочку. Подштриховываем сразу, чтобы она у нас держала картину. Держала наш такой центр. И опять все вот эти лишние случайные линии, которые мы когда кружочек рисовали себе вспомогательные, мы их стираем. Рукой не трите. Потому что она потом у вас со временем тут будет грязная. И это будет проблема, потому что оно будет оставлять следы на листе. Ну, вот такие есть хитрости, которые можно узнать только на своем опыте или когда вы смотрите мои видео-мастер-классы, где я делюсь этим опытом. Так, дорогие друзья. Вот так чуть-чуть. Смотрите, что я сделала. Я с одной стороны подштриховала, и с другой такая веточка. И вот тут тоже самое. Или сдуть, или вот так. Подштриховываем, подштриховываем, подштриховываем. И вот тут. Вот так. Есть такое дело. Получилось. И сейчас, как бы, следующий цветочек будем делать. Он вот здесь. Так. Это у нас такой, как бы, бутончик. Бутончик, цветочек. И он немножечко повернулся в другую сторону. Поэтому у нас, как бы, что-то новенькое уже, да, появляется новая форма. И интересное, да, и новое, и интересное. Итак, я тут определяю сразу с веточкой. И понимаем, что такой вот он у нас воздушненький цветочек. И вот тут. И вот тут. Вот. Есть такое дело. И сейчас мы вот тут сделаем такую серединочку. И обязательно еще следующий цветочек нарисуем. Видите, мы как уже постепенно. Они все, посмотрите, они абсолютно все разные. Но в то же время... Так, вот этот, мне кажется, сильно великоватый. Какой-то он такой... Надо поменьше его сделать. А то он прям... Вот. Бум. Так. И вот этот еще лепесток. Есть. Отлично. Ну, посмотрите. Вот они все разные, но... Да, мы понимаем, что это сакура у нас. Так, и заходит сюда веточка. Так, есть. И опять все начинается снова. Мы штрихуем серединку. И начинаем рисовать такие палочки, веточки, стебелечки в разные, в разные стороны. Так, есть. Тут тоже самое. Штрихуем, 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 штрихуем. Есть. Так, и теперь можно сделать такие точки. Точки, 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 точки. Это там, где у нас желтенькие такие пыльца собираются. Вот. Когда мы... Вот смотрите, вот этот момент сделали. Да? Вот тут еще не похоже. Вот тут уже похоже. А тут прям сильно. Поэтому вы уже немножечко можете моделировать ситуацию. Мне вот кажется, вообще на полон похоже. Так. Ну, посмотрим. Что-то тут чуть-чуть подстереть. Тут сильно ярко. Так. И то же самое здесь. Вот те наши кружочки, которые мы рисовали мастера. Так. Итак, поехали. Теперь мы берем и начинаем где мы хотим немножечко легко, друзья мои, подштриховывать. Вот это наша доказателька. Подштриховываем, подштриховываем, подштриховываем. Есть такое дело. Так. Немножко. Так. Где мы считаем... Вот где, знаете, как рука бросится, вот тут прям хочется такое темненькое добавить почему-то. Так. И потом начинаем рисовать наши прожилочки. Так. Вот цветочки такие красивые-красивые. так вот у нас цветочек получился. И переходим к следующему. Так. Здесь мы вообще сделаем по-хитренькому. Мы немножечко. Подштриховываем сам бутончик. При этом он такой объемненький становится. Подштриховываем. Подштриховываем. так. Есть. И... И начинаем вот такие вот полосочки рисовать. и вот уже красиво, друзья мои. Вот легко-легко мы уже немножечко вот так чуть-чуть можно подштриховать. Совсем легонько. Так. Есть. Красота. Готово. И теперь приступаем вот к этому. В принципе, и так ветка очень красивая, но мы тут решили рисовать так и рисовать. Поэтому так. Вот такой вот тут букетик. Маленький бутончик. Еще не появился тут. Так. Все-таки лучше, мне кажется, это закончить с этим цветком, потом перейти на эту ветку. Потому что иначе я рукой могу смахивать. подтачиваю карандаш, ведь он немножко затупился и вот буквально чуть-чуть сильно не давлю, я просто его проворачиваю по чуть-чуть. Вот. Тогда он становится реально очень-очень острым и мне вот это подходит для вот этих вот красивеньких таких линий. Прожилочек. Вот. Где-то я хочу ее. Так, есть. И рисую точечки много-много-много. 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 Так. И вот сюда так, сюда. И чуть-чуть в этом почти холмом. Сюда. Так. Так. и можно вот тут вот так даже потемнее. вот тут сильно темный. И прям я даже ластиком не ту, а просто вот так вот ластик как бы промакиваю, друзья мои. потому что сильно наточила карандаш и он теперь таким темным-темным рисует. так. Иногда это хорошо, иногда нам это не нужно. Так. И супер! Идем дальше. сейчас мы рисуем следующий цветочек. вот такие. И сюда. Так он более уже распустился, если этот бутон, то этот у нас такой более распустился, и мы там уже не видим, как там обстоят дела. У нас вот так. Так. И немножечко вот штриховая. Почт штриховая. Так. Тут что-то как будто лапка куриная. Убираем куриную. Так. И опять почт штриховая. И немножечко такие полосочки есть. Отлично. И теперь осталось у нас буквально два цветочка. И мы с радостью и уже мы таким профессионалом уже так много нарисовали. Смотрите, больше шести цветов. Вот. Тут уже как бы двое уже совсем мало. Почему я в принципе выбрала такую достаточно сложную веточку. скажете, ну можно было как бы и одной. Конечно можно, но решать вам это будет ваша авторская уже работа, что вы будете рисовать. Но мне захотелось показать, что композиция из цветов она может быть абсолютно разная и вы можете с этим тоже поэкспериментировать. Это тоже очень интересно. Поэтому пробуйте, рисуйте, у вас обязательно все получится. Потому что получается у того, кто делает, друзья мои. Поэтому знайте это. Я иногда как бы я люблю работать масляными красками, но иногда тоже хочется и карандашом пописать, что-то там придумать. Поэтому карандаш это вообще такой очень универсальный инструмент, потому что он есть практически у всех дома. Если может красок не быть или какой-то цвет закончился, тебя это почему-то должно останавливать в творческом порыве, то с карандашом эти проблемы просто они отсутствуют. Берешь карандаш и рисуешь все. Тебе нужна только твоя внимательность, хорошее настроение. Поэтому дорогие друзья, обязательно находите меня в соцсетях, в инстаграме, в телеграме, в описании канала. Котенко есть по-моему ссылка на мои социальные сети. Обязательно там подписывайтесь. У меня очень большой канал в Пинтересте. Там я публикую какие-то видео, не видео, а фотоматериал, то, что я увидела, то, что мне понравилось. Я либо сфотографировала, либо мы какую-то работу с учениками нарисовали. работа есть, а видео мастер-класса по ней нет, поэтому я просто фотографию подгружаю и ее можно посмотреть, скачать, вдохновиться, потому что Пинтерест это прежде всего такая платформа, где мы вдохновляемся. так, и поэтому обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, жмите колокольчик, не пропускайте уведомления о новых видео, и, конечно же, присылайте фотографию своих работ, потому что очень-очень интересно, мне очень нравится, когда вы присылаете, я прям такая думаю, ну все, ну как бы рисовала я не зря. Почему так? Потому что ну каждое видео это затрата времени, да, это нужно сесть, это нужно придумать идею, поставить камеру, все это снять, наложить звук, мелодию, это все смонтировать, это достаточно нелегко, когда ты работаешь в школе, ты еще и художник, у которого выставки идут, сейчас параллельно две выставки у меня идут, и ты еще хочешь снимать для YouTube канала, это достаточно такая очень активная деятельность, поэтому когда вы мне присылаете фотографию своих работ, ну все, ну не зря я вот села и нарисовала этот новый видео мастер-класс, вот, потому что получая обратную связь, как-то это вдохновляет еще далее на новые видео, поэтому обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, мы ждем еще видео, нарисуем то-то и то-то, или просто нарисуйте по видео мастер-классу и пришлите фотографию своей работы, это тоже очень классно, так, и кто меня давно смотрит, я знаю, потому что мои ученики, они сейчас находятся по всему миру, тоже объявляйтесь, пишите о себе, рассказывайте, как вы там, и можно даже устроить какой-то мастер-класс и в прямом эфире нарисовать, например, когда много подключается сразу, и можно нарисовать по какой-то теме, какую-то картину, это тоже, кстати, очень интересно и очень занятно, поэтому обязательно пишите, никуда не пропадайте, и так, мы нарисовали последний цветочный, по-моему, он самый-самый легкий уже получился, он такой маленький, вот, и стебелечек, конечно же, так, сейчас мы с ним поработаем, ну, по-моему, это самый такой простой детский цветок у нас получился, сейчас мы сотрем все лишнее, то, что у нас там, кружочек был, листочкой смахнем, немножечко, вот так пальто штрихуем и нарисуем наши стебелечки, 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 есть, теперь нарисуем точечки, это у нас пальца, есть, и немножечко, немножечко, легонечко, кое-где мы будем вот, 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 штриховывать, вот так, вот, 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 штриховывать, так, и, конечно же, еще мы обязательно нарисуем прожилочки нашему цветочку, такие тоненькие, красивые, аккуратненькие, вот они нам напоминают, что уже весна, все цветет, природа тоже просыпается после долгого сна, так, и вот такие вот. Веточку тут можно, и вот так тоже, такие полукружочки я делаю на ветке, чтобы ее, чтобы показать, что это ветка, и точно так же можно подштриховать, чтобы у нее появился объемчик. Так, есть, вот тут еще можно такое, легко-легко подштриховать, легко-легко, так, тут тоже самое, легко-легко, вот так, немножечко, и так. Друзья мои, мне кажется, у нас замечательно получилась картина, которую можно нарисовать менее, чем за полчаса, если у вас что-то не получается, если вам сильно быстро, не переживайте, просто вы можете, это видеозапись, вы всегда можете нажать стоп, и потом воспроизвести видео с нужного вам момента, поэтому никогда не волнуйтесь, рисуйте только в удовольствии, всегда в хорошем настроении. Итак, наша картина готова, а я с вами прощаюсь, до встречи в новых видео, с вами была Катенко Арт, пока-пока, до встречи!